Это у нас пятая беседа о корнях, пятая встреча. Мы выбираем героев этих встреч так, чтобы у них были какие-то разные корни, разнообразные. Разных национальностей, разных народов, разных... Чтобы можно было выстроить такую интересную презентацию. Получалось так, что начался этот проект при поддержке по инициативе Генерального консульства Польши. И как-то так пошло, что у нас у каждого героя есть какой-то маленький польский корень. Для меня была совершенно неожиданность, что буквально в каждом четвертом, в каждом даже третьем из моих знакомых есть какая-то польская история или польский сюжет. И вот мы думаем, что это будут не только польские корни, но и самые разные. И даже у наших персонажей были не столько сугубо польские корни, но они были настолько перемешаны, что те люди, которые очень сильно национально озабочены у нас в Петербурге, они так решили, что это может быть им не так сильно интересно, потому что слишком много корней, слишком они размыты. А нам это наоборот интересно. Вот выяснилось, что разнообразные корни есть и у Олега Борисовича Башкова, про что никто не мог, вот я, например, не могла даже и представить. Оказалось, что и у Олега Борисовича есть польская бабушка. Я хочу сказать, что вот в этой книжке, которая вышла, между прочим, совсем недавно, в октябре прошлого года, и мне она подарена, она вышла очень маленьким тиражом, даже в ней нет рассказа полного о семье. Это будет, я так понимаю, первая презентация, в общем, первый публичный рассказ человека, который записал, сколько интервью биографически? Сколько сотен? Сотни три, как минимум. Сотни три, как минимум. И вот его первый рассказ о самом себе. Хорошо, что здесь маленькая аудитория, потому что голос у меня глухой, и чем старше я становлюсь, чем он как-то так все глуше и глуше. Но я думаю, что вы меня услышите. А тем, кто не слышит, можно сесть поближе. Значит, я хотел бы начать с того, что, как всякий нормальный сапожник, я оказался без сапог. Я давно занимаюсь генеалогиями, давно занимаюсь биографиями, и только недавно я решил сесть и как бы все это дело восстановить, и обнаружил, что я это сделал поздновато, потому что сейчас уже многие вещи спросить не ум. Все правильно. Спросить не ум. Поэтому здесь не много молодых, но я обращаюсь к молодым в самом начале. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, девочки. Не стесняйтесь. Потому что потом начинаешь кусать локти. Хотя, с другой стороны, у меня в этой истории, биографической, в поисках своих корней, надо сказать, что меня подвел ребенок. С одной стороны, я радовался, что он проявляет интерес к этому. С другой стороны, он забрал к себе, я обнаружил, когда вот эту, как бы, пропажу, он забрал к себе некоторые бабушкины документы. И тогда меня это порадовало, когда я спохватился из Хамалова. Боря, где он? Он говорит, ну, бывает, ну, ну, промумил где-то, я не знаю где-то. Сначала отпирался, потом признался. Ну, в общем, вот. Так что на детях я тоже в этом смысле пострадал. Вот, теперь два слова я скажу о порядке, как бы, как я хочу представить этот материал. Вот у меня в этой презентации представлено два генеалогичных дерева. Вот это мое родословное дерево, и потом будет родословное дерево моей жены. Вот. Ой, что-то я не доложал, так мне не страшно. Вот это я. Это моя жена. Вот это мои сестра и брат, которых я... Вот розовым цветом покрашиваем те персонажи, которых я никогда в жизни не видел. Ну, о некоторых я много слышал, а о некоторых и слышал не очень много. Вот. Начну я сверху, начну я вот с прародителей, да? И здесь не отображены прадед, например, по отцовской линии. Но я немножко о нем узнали, немножко о нем расскажу. Значит, ну, вот, общее описание дерева. Я сейчас вам так представлю примерных моих персонажей. Значит, вот, я уже обозначил вот это я, моя жена. Это мои несостоявшиеся, к сожалению, братья и сестры. Это мой отец, его брат, моя мама. У мамы была большая... Вообще-то у мамы было 10 братьев и сестер, но вот до ее более-менее взрослого состояния дожили вот только пятеро. Значит, ну, я потом немножко о них расскажу. Значит, вот сестра ее, старшая сестра. Сестра родилась в 1899 году. А моя мама родилась в 1909 году. Так что вот у них разница такая солидная была, да? И старший брат мамин тоже, он близок был к Ольге вот по возрасту, но гораздо старше мамы. И было еще у нее три сестры. Еще две сестры. Вера, которая... Не упасть в паршю. И Мура. Мария Васильевна. Значит, ну, к сожалению, вот о родителях мамы я не знаю почти ничего, и вы поймете, почему это. И там сложная была... В семье была очень сложная ситуация. Ну, пожалуй, начнем. Илья Ангел. Значит, вот это мой дед Алексей Михайлович. Башков. Одним из... Да, Башков. Одним из источников очень важных. Это были многочисленные автобиографии отца, которые писал их по разным поводам. И я хочу обратить ваше внимание вот к такой вот стиль советской биографии. В советской биографии человек рассказывал не только о себе, но он должен был упомянуть всех родственников. Всех. Значит, вот отец. Что мой отец пишет о своем отце. Башков Алексей Михайлович. Рождение 17 марта 1874 года. Северо-кавказский край Терского округа. Город Волгикавказ. Русский мещенин служащий. Под судом и следствием не находился. Это шаблонная стандартная фраза. Значит, в старой советской армии не служил без партии. До революции почтово-тереграфный служащий, после революции тоже. Он уже умер 16 октября 1940 года. Последнее время был пенсионером. Но вот о дедушке можно сказать следующее. Я его, к сожалению, не видел. Он умер задав до моего рождения. Но я очень много о нем слышал от родителей, от старшего брата, отца и от друзей, значит, родителей. Все отзывались о нем очень хорошо. И он последние годы, перед выходом на пенсию, он работал начальником почты Петроградского узла связи. И там тоже я пытался, значит, как-то найти какие-то кожные. Но уже тех, кто с ним работал, уже, естественно, найти не удалось. Но какие-то там, значит, документы, какие-то воспоминания где-то там бродят. Значит, сам он из дворя. Его отец был военным и служил на Кавказе. Причем, вот, дед мой родился вне брака. А его родители поженились только уже, когда он был достаточно взрослый. Но за ним вот это клеймо незаконно рожденного, значит, все время тянулось. И поэтому у него, хотя он и родился на Кавказе, и долгое время работал на Кавказе, но при царское время у него, как бы, особого перспектив роста не было, как у него законно рожден. Но родители его были очень строктивы. Сначала они не хотели... Но я немножко сейчас вот продвинусь вперед. Это моя бабушка. Екатерина Клавдина в девичестве Ниньковская-Войнилович. Я сейчас вот вернусь к дедушке еще. Значит, вот эта фотография ориентировочно 36-го года. Перед самой ее смертью она умерла в 36-м году. Ну вот мы сейчас посмотрим, что папа пишет. Мать девичества Ниньковская-Войнилович Екатерина Клавдина 1876-го года рождения. Родилась она в Ленинграде. Не в Ленинграде, а, естественно, в Петербурге она родилась. Значит, русская из дворян служащая беспартийная под судом и средствами не находилась. До революции почтово-теографной служащей после революции тоже умерла. Значит, 10 августа 36-го года в последнее время была пенсионером в Ленинграде. Значит, на самом деле, вот здесь папа не очень точно говорит. Потому что бабушка была не только почтово-теографным служащим. Она, поскольку ее родители, польские дворяне, бедные польские дворяне, были глухонемыми, то она хорошо знала вот этот саму эту азбуку. И когда в Ленинграде, на Петроградской стороне, образовалось общество глухонемых, а в это время ее вычистили с почты, проходили чистки, да? Да, варяна, не держа, да. И ее вычистили. И вот один из документов, который мне безумно жалко, это на шести страницах аккуратнейшим каллиграфическим почерком ее письмо в комиссию почистки, где она подробно описывает свою тяжелую трудовую жизнь. И вот из этого письма я в свое время узнал, что она закончила институт благородных девиц для обедневших дворян. Это на Васильевском, это не в Смольном, который был, тот был для богатых парят, а вот для обедневших был на Васильевском острове. И она была учителем музыки, она была учителем домоводства, выпустили ее. И плюс к этому она была сомдопереводчиком. И надо сказать, что на почте ее не восстановили, но ей вот разрешили работать в этом вновь образованном обществе злухонемых. Она там работала почти до самой смерти, работала сомдопереводчиком. Причем занималась тоже о ней очень много. Вот я помню, я еще был совсем маленьким. К нам приходили после войны, приходили вот эти вот глухонемые йоги. И поскольку они говорить не могут, они писали на бумажке, вот они искали бабушку, и очень, значит, соболезнули родителям, что вот ее больше нет и так далее. Значит, вот, но, и родители, вернемся теперь к дедушке. Значит, его родители, то есть мои прадеды, они были очень строптивыми, они сначала очень не хотели, чтобы он женился на этой женщине. И у них было одно, одно, как бы, прием один – проклинаем. И прокляли их. И знаться больше не хотели. Когда бабушка должна была родить первого сына, старшего брата моего отца, значит, поскольку почта под рукой, то отец все-таки оттелеграфировал своим родителям, что вот такое вот событие их ожидает, что они станут бабушкой и дедушкой. Значит, все смелостились, ответили, проклястья сняли с них, но велели, значит, чтобы назвали ребенка так, как они хотят. А они хотели, чтобы дедушка вышел на улицу, когда родился ребенок, и спросил первого прохожего, и какое первое прохожие даст имя, таким именем и назвать. Частая партика была. Что? Частая партика была. Вот. Значит, дедушка вышел на улицу, встретил первого прохожего, а прохожий ему ответил, непросто, а с закалывкой. Он сказал, господи, мужик, ну возьми ты с ляцией. Открой на шестнадцатой странице. Первое имя на шестнадцатой странице, вот так ты и назови своего сына. Значит, дедушка взял с ляцией, открыл на указанной странице, он был очень честный человек, и там оказалось имя Пуд. Пуд. Старинное русское имя. Значит, дедушка телеграфирует своему отцу. Поздравьте Пудом! Дедушка телеграфирует в ответ. Живарь и роженица! Он мне говорит, да нет, это имя Пуд. Розители опять в ответ шлют телеграмму. Проклинаем! Не годится такое имя. Значит, пошли к священнику. Как быть? Да, а условие то же самое остается, значит. Святцы. Священник говорит, ну, ребята, вы не расстраивайтесь. Вы возьмите другие святцы. Откроете на той же странице. Там наверняка будет какое-нибудь другое имя. И так вот, мой дядька стал аристархом. Значит, сообщили бабушке с дедушкой, что вот аристархом нарекли младенца. Проклятие было снято. В общем, вот такие забавные штуки. Да, и они познакомились. Когда познакомились они с Екатериной Клавдиевной, вот родители моего отца, то они, значит, как бы проклятие сняли. Окончательное? Нет. Потом они проклятие, потом уже по поводу Фуда. Значит, вот. Значит, вот это семья моего отца. Значит, бабушка, дедушка. Это старший брат отца. А это вот мой отец. Надо сказать, что братья учились, у них разница два года в возрасте. Но аристарх первенец, он вообще-то такой солидный мужчина. Он чем-то похож на Ферсова, на Бориса Максимовича. Вот чисто во взрослом уже состоянии. Вот. И... Но он был такой, он учился. И вот приходят они домой из школы с отцом. Приходит аристарх из школы с отцом. Мама спрашивает, а где Борисик? Он говорит, а Борисик там с мальчишками дерется. А чего он с ними дерется? Они у меня хотели чего-то там отнять. Значит, вот этот маленький, значит, дрался. А этот тихо шел, тихо шел домой. Вот. И потом, когда... Когда началась... Когда началась... Когда началась революция, то папа со школой завязал. Ему как бы это дело доело. И пошел в жестянову мастерскую. Потом он пошел на электростанцию. В общем, он как бы начал, начал работать. Потом, потом он полюбил машины и стал шофером. Очень сяло. Ну вот это в Пятигорске у самовара в саду. Значит, вот слева дед. Вот это бабушка. Это мой папа. Это прабабушка моя. Это бабушка. Это бабушка. Это дедушка. Это мой отец. Вот это его старший брат. А это вот сослуживцы отца, которые пришли к нам в гости. Вот такой домашний. Вот я не нашел сейчас одну фотографию. Я очень любил такие вечера. Как правило, это были либо день рождения матери, либо день рождения отца, либо какой-нибудь праздник такой вот. Ну, такой семейный праздник. Когда родители собирались, значит, доставали фотоальбомы, значит, рассматривали и рассказывали. И вот однажды, это уже относительно недавно, ну, я уже был большой, мне было, наверное, где-то 14, выяснилось, что они в одно и то же время, отец и мать, жили в Пятигорске. И не просто жили в Пятигорске, а буквально вот через забор. Их дома были рядом. И это дело узнала мама. Папа показывал, как бы, свои фотографии. А мама говорит, ну-ка, ну-ка, вот эту фотографию посмотри. А вот это что там такое? Ну, дед говорит, это дом вот там, Ивановых, Сидоровых, не знаю кто. Мама говорит, так мы же там жили. У нее был больной отчим, о котором я дальше буду говорить немножко, тоже совсем немножко. И его, значит, отправили в санаторий, посоветовали ему вот на Кавказ куда-нибудь. И он вот, значит, снял, он тоже не бедный был человек, он, значит, вот снял там пару комнат в доме. И оказалось, что вот это буквально, вот буквально совсем рядом. И папа вспомнил, что какая-то девчонка там действительно бегала, и однажды у нее мячик залетел там к ним, и он, значит, кидал ей этот мячик. Но это выяснилось через много-много лет. Значит, вот, к сожалению, здесь вот плохо видно, если совсем след погасить, может, будет получше немножко. Значит, вот это папа на бал Сюиза, вот он в очках, в шлеме, как положено. А это он работал на Рено. Вот он тоже за рулем, молодой, красивый. Это примерно, это 27-й год. Значит, отец работал, как теперь сказали, в интуристе, и немецкие туристы написали ему благодарственное письмо. И вот перевод этого письма товарищу шоферу Борису Алексеевичу Башкову выражаем свою благодарность за хорошую какую-то там езду, надежную езду и за мастерские, чуткое водение автомобилем во время нашей экскурсии Пятигорской, Сентуки, Кисловодской назад 22 сентября 29-го года, которая нас вполне удовлетворила. Вот такое письмо ему, значит, оставили. Значит, это старший брат моего отца и его жена. Но, к сожалению, она в 40-м году трагически погибла от нелепой случайности. Значит, мальчишки кидались камнями. То ли кошку хотели с дерева согнать, то ли что, и попали ей в голову. И, в общем, это оказалось трагически. Мама и папа, помните, семьями дружили. И вот эта мама с Лидой, женой старшего брата. Но там много есть фотографий, но они не так для нас интересны. Значит, вот опять-таки из автобиографии отца. Брат Башков Аристарх Алексеевич. Рождение 28 апреля 5-го года, Северо-Азинская СССР. Лагера-Ордонский район, Станица Ордон. Русский из мещан, беспартийный под судом и следствием. Не находился, в старой армии не служил, в советской армии служил. Должность мне неизвестна, данные мне неизвестны. До революции учился, после революции учился и работал монтёром. На оккупированной территории не находился, и работает в городе Москва радиоинженером, там в каком-то там институте, радиоинженером-конструктором. И домашний адрес, вот, всё тут представляет. Значит, Аристарх работал, всю войну он был в Ташкенте, он занимался разработкой, разработкой систем авиационного наведения. Ну, в общем, он такой, как теперь сказали бы, радиоэлектронщик. Вот. И поэтому, поэтому он в войне, в боевых действиях не участвовал, служил он в технических, он находился как бы на службе, но работал вот в военном институте и занимался. В 42-м году он был в командировке здесь, потому что в 41-м году он был эвакуирован вместе с институтом, он окончил уйти здесь у нас. И в 42-м году он приезжал в командировку и вывез нас с мамой в эвакуацию. Вот. Что там у нас дальше-то? Там переводится? Да. Вот это мои родители в день свадьбы 1-го сентября 35-го года. Они познакомились на заводе электрик. А, еще один момент. Ладно, расскажу. Они познакомились на заводе электрик. Оба работали в ОРСе поначалу. Знаешь, что такое ОРС? ОРС. Отдел рабочего снабжения. Мама там работала бухгалтером, а папа работал водителем и как бы механиком механиком гаража. Потом, когда ОРСы перед самой войной как бы прикрыли, они просто перешли, поскольку этот ОРС был при заводе, значит, они перешли на завод. Мама окончила курсы и стала скритарем-машинисткой сначала, потом после войны слесарем. А папа работал начальником гаража. И есть вот фотография, но мы дойдем до нее. Есть фотография, где папа как бы с трудовым коллективом завода электрика. Ну, вот это папа, это мама. Вот это самая любимая моим мамином фотография. Она до сих пор у меня висит над головой. Вот. Это сентябрь 60-го, серебряная свадьба, когда гости уже разошлись. Мы остались, собственно говоря, втроем. Вот. Но, да, к этому мы вернемся. Это моя сестра Галя, которая родилась в 1939-м году, но прожила, особенно к моему большому сожалению, прожила всего 9 месяцев, умрла в желтухе. Мне всегда очень хотелось иметь брата или сестру. И эта вот недожившая для меня сестра была для меня, в общем, не только для мамы, но и для меня большим горем. Но когда мы вернулись из эвакуации в 1945-м году, мама ждала еще одно горе. Она даже могила, девочки не смогла найти. Они с отцом облазали там все кладбище, вы должны знали место, но все крестики, все было сушено, и там ничего было бы найти. Вот последние захоронения предвоемные, они просто были нехистер. Ну, вот это Галя спит в коляске, это мама с ней в садике на Лопухинке. Это там, где был старый телецентр, ну, как раз в конце Кировского проспекта. Лопухинский сад, он еще. Да, он и сейчас так. Он одно время назывался сад имени Держинского, и там стоял памятник Держинскому, сейчас его памятник скинули. Значит, ну, это лето сорок, недалеко от Пскова, снимали дачу, вот, как бы, вполне, вполне счастливые люди. Вот, это папа среди выпускников школы инструкторов по вождению, вот он, вот он лежит, полу лежит, значит, на траве. И, надо сказать, что он учился не только быть инструктором, он был инструктором не только по автомобилям, но и по тракторам. И вот, когда началась война, он очень боялся, что его загребут в танковые части. Ну, слава тебе, господи, он попал в военно, в эти самые, в зенитно-прожекторные части. И он уже был в чине лейтенанта и там командовал каким-то небольшим подразделением. А вот это, значит, транспортный отдел завода «Электрик», сороковой год. И вот в центре, вот здесь, вот совсем он темненький, в кепочке такой вот, значит, вот этот мой отец, он начальник этого гаража, как раз. Вот. А так вот немножко получше видно. Значит, в 1951 году я узнал, что брак папы с мамой был мне совсем безоблачным. Значит, я узнал, что у меня таки есть сестра Инна Борисовна Фоменко, которая старше меня на 4 года и живет со своей мамой в Пятигорске. Вот это мой с ней, это мой с ней в ЦПКО, это мой с ней в садике на Лопухинке, а это мы в летнем саду гуляем с мамой и сыном. Вот в этой книжке, которую, которую Таня показывала, там есть мои воспоминания о детстве, и там есть и о моей сестре. Вот это мама Инны, здесь ей примерно 15 лет, а это вот ее муж. Надо сказать, что Инна была у нас в 1951 году, потом она приезжала, когда я уже был женат, и у нас уже был сын, и я привез ее на дачу. и надо сказать, что вот этот визит, Инна познакомилась с моей женой, они очень подружились и понравились друг другу, а Инна страдала тем, что она уже не молодая девушка и все еще не замужем. А у нее был вот молодой человек, ой, 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 не то, не то, у нее был молодой человек, который на 7 лет ее младше. И когда она увидела, что я младше Лорена 12 лет, это ее подвинуло, она приехала домой и сказала, все, Ванька, женимся, я выхожу за тебя замуж. Так что вот. А это уже через некоторое время, уже с мужем, она приехала к нам в гости, и вот со старшим сыном с Димой, и мы ездили в Кушкин, в Павловск, вот мы занимались с Димой зарядкой, у него не очень получалось, но все равно было весело. Значит, вот это Дима и Танечка. С ними я познакомился, они уже были совсем большие, в 84-м году, в 84-м, пожалуй, в 70-е, это я ошибся. А, в 70-е я с Димой познакомился, а с Танечкой в 84-м, когда я ездил в санатории в Кучегорск, и, в общем-то, я и жил, по сути дела, у сестры, вот с удовольствием занимался, общался с ее, с ее, с ее детишками, вот. И жили они в чудном месте, они жили прямо напротив домика Лермонтова, у них была беседка, вся увитая виноградом, и, а потом их переселили, там затеяли огромное строительство, кстати, поляки строили эти гостиницы, и их переселили куда-то, в Новый, в какой-то район, к черту, Морога, и как-то у нас в связи с этим связь как-то потерялась, потому что она мне не прислала адресу, в общем-то. Вот. Как-то так не случилось. Значит, теперь вот семья моей мамы. А, еще хочу сказать. В 81-м году я ездил в Орджоникидзе, то есть в Ловоди-Кавказ, на зональный какой-то семинар, связанный с театром. Я в это время как раз работал в группе, сотрудничал в группе социологии театр, и мы были очень востребованы, ездили, вот часто ездили в разные регионы рассказывать о наших исследованиях. И вот я ездил в Ловоди-Кавказ, и там меня познакомили с писательницей очень популярной в Осетии, которая написала трилогию, роман Осетины. И вот когда мы с ней познакомились, она спрашивала, кто я, откуда я, чего я, я ей сказал, что мой отец в станице Ордон. Она говорит, а как он туда, каким образом он туда попал? Я сказал, что там мой дедушка был там начальником почты. Она говорит, так он прототип одного из моих героев в этом самом романе. Я нашел этот роман, и там очень так положительно, как дедушка представлен. теперь вот к семье моей мамы. Мама практически не знала своего отца. Он выходит из Архангельска. Его родители были артельщиками. У них были барки. И они, значит, вот на барках этих рыбу ловили, артели, которые нанимали, которые они нанимали. И, значит, и грузы перевозили на этих барках. А мамин отец, он получил инженерное образование, и практически самостоятельную взрослую жизнь он прожил в городе Иваново. Он был текстильщик. И там родилась моя мама, там родились там родилась ну все дети родились в общем-то в Иваново. Вот. Но он умер, когда ему было, как многие текстильщики, у него было неважно с пленкими, и он умер в семнадцатом году. Мама запомнила его только потому, что она и ее младшие сестры любили играть под высокой кроватью, на которой лежал отец. А мать их гоняла в срок у нее, беспокоить его. Хотя сам отец был отнюдь не против, чтобы они там возились, и иногда он их звал к себе на кровать. Но мать их гоняла. И бабушка моя не очень долго расстраивалась. Она там же в Иваново нашла спутника жизни. Тоже инженер, текстильщик. Вот эта фотография я помню с раннего детства, она мне очень нравилась. Даже не знаю почему. Просто нравилась и все. Я очень любил ее разглядывать. И вот этот дядька был мне очень симпатичен. И мама о нем очень хорошо отзывалась. Но к сожалению, я не знаю даже ни имени, ни отчества, ни фамилии. Знаю только, что он был инженером. И мама о нем отзывалась и с большим сожалением говорила, что он тоже очень рано умер. Он умер где-то в начале 20-х годов. Но к этому времени мама ее уже переехала, и старшие дети переехали уже в Петроград. и в общем как-то какая-то темная история, а здесь у меня белое пятно просто. Про свою бабушку по материнской линии я почти ничего не знаю, так как у бабушки со своими детьми мягко говоря отношения были сильно натянутыми. Вот достаточно сказать, что в 19-м году моя мама взяла за руку младшую сестру Муру и хотела с ней уехать в Америку. Тогда Красный Крест организовывал такие вот переезды. Но не получилось, потому что Красный Крест требовал согласия родителей. А бабушка не дала такого согласия. И тогда мамы с младшей сестрой ушли в Слунский детский дом в Павловске, где их приняли. Всего у мамы было три сестры и брат я уже говорил об этом. Вот старшая сестра жены я о Слунском детском доме скажу еще отдельно. Старшая сестра родилась в 809 году в девичестве Кулькова. Но я не буду читать здесь. Она работала на фабрике Советская Звезда. Сначала она работала на фабрике Кёнига. Мини Советская Звезда. На оккупированной территории не находилась. Она умерла в декабре 41-го года в городе Левонграде. Вот это вся ее семья. Надо сказать, что ее муж Михаил и вот это два Женя старший и Валя младший. Они все погибли. Отец Михаил ушел на фронт буквально с первого дня и где-то в ноябре уже погиб. Они получили похорон. Ольга умерла в декабре и братья тоже умерли. Одного брата значит вот вот это моя мама с племянниками слева Евгений Михайлович а справа Валентин Михайлович. Вот мама из Каренинской области посылала запрос о своих родственниках в Ленинград и получила такую бумажку запрос о родственниках Кульковых общий отдел исполком Ленинского райсовета депутатов трудящихся сообщает а жили Ольга с семьей они жили на Огородниково как раз тогда был Ленинский район города значит что Кулькова Ольга Васильевна умерла 26 декабря 41 года Симонов Евгений Михайлович умер 4 февраля 42 года о Сименове Валентине сведений не имеем при дальнейших его розысков обратитесь в адресный стол Ленинграда показав при этом фамилию и имя общество разыскиваемый год рождения место рождения где прожил в адресный стол но мама обращалась но и там никаких данных не нашли к сожалению так что там у нас еще было вот это бравый бравый солдат это старший брат мамы Кульков Александр Васильевич значит ну он вот что про него папу пишет значит родился в 900 году то есть он на год младший в городе Иваново из Партийной под судом и следствием не находился в старой армии не служил в советской армии с 19-го года добровольцем добровольцем рядовой до революции рабочей Паврики Кёнига после революции рабочей канонерских мастерских остальные данные не имеем мне известно что в отечественную войну он был в плену затем в советской армии после освобождения Ленинградской области согласно справке адресного стола прожибает в качественном районе деревню Лампово значит когда оно и было значит лет 18 это был где-то год 57 соответственно я ездил на деревню Лампово познакомился со своим дядькой но я был знаком с ним раньше он приезжал к нам приезжал к нам в гости познакомился с его женой с его двумя детьми но потом как-то тоже и оказалось что у меня в этой Лампово и там рядышком как это Северская и в Северской у меня там куча родственников двоюродных троюродных и так далее и когда мы ходили на танцы и ко мне местные люди решили что я на какую-то девушку неправильный глаз положу когда они меня вызвали пройдем пройдемся старший мой двоюродный брат контролировал ситуацию он как вышел со своими орлами и эти парни быстро слиняли а потом меня охраняли мне было даже меньше мне было лет 16-17 что-то такое вот вот это мамины сестры это Мура маленькая о ней мы будем говорить это Вера у Веры тоже тоже какая-то несчастная судьба она когда была маленькой они родители снимали снимали дачу и ее корова подняла на рога и девочка испугалась и в себя прийти не смогла она почти после этого она где-то ну девочка ей было тогда уже наверное лет где-то тоже там 15 или 16 она попала в больницу Фореля это Соборцова Степанова и там ее немножко подлечили ну и оставили там ее работать она работала там санитаркой и в 41 в 41 году в этот дом где она находилась попала попала бомба и она покинула вот а это вот это моя мама вот старшая из этой компании вот опять-таки поскольку поскольку мама ушла из дома как есть и никаких документов она взять не могла то восстанавливали выписи рождения так называемую метрику в детском доме восстанавливала врачебная комиссия вот здесь это все написано но я не буду читать где-то есть прямо написано вот возраст возраст установлен врачебной комиссией двадцать 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 восьмого года ну вот Вера Васильевна я о ней уже рассказал вот значит в детском в детском доме о нем он тоже достоин того чтобы рассказать подробнее значит вот это девятый девятый класс тогда средняя школа кончалась девятым классом вот как раз выпуск девятого класса вот мама моя вот она стоит с косичками значит а вот это весь выпуск весь выпуск вот в центре я забыл его фамилию немец директор этого детского дома и вот в первом ряду значит преподавательский состав мама в этом детском доме у нее были самые теплые воспоминания у них там было все они объединяясь с какими-то там другими детскими домами в том же Павловске они ставили оперы и в этих спектаклях принимали участие принимали участие и воспитанники и воспитатели и ставили они русалку и у них не нашлось маленькой девочки на роли русалочки и они ее позоривствовали из четвертого детского дома этот был второй детский дом и все было замечательно и гениально но когда вот уже премьера вот уже все значит тут свет костюмы полный зал публики князь встречается с русалочкой и спрашивает откуда ты прелестная девочка растерялась и говорит я? я из четвертого детского дома пришлось так а занавес потому что зал гроб но повторить не удалось потому что девочка вся была в соплях разрыталась испугалась и опозорилась вот такой был замечательный детский дом причем у меня был хороший друг и довольно известный писатель Вадим Григорьевич Фролов когда его родители были репрессированы он тоже оказался как бы детем врага врагов народа и его определили в детский дом как раз вот в этот самый детский дом но правда он был позже мамы уже не было там но а потом его все-таки мама девятого года а Вадим восемнадцатого что они как-то вот по годам разошлись а потом Вадима перевели за Урал как сын врага народа врагов народа и там он когда он написал свою первую книжку которая получила большую популярность вообще была переведена на многие языки мира и у американцев она попала в антологию мировой литературы и американцы издали значит отдельной книжкой на английском языке и в конце значит так дали краткую биографическую очередь и написали а вот в эти годы Вадим Егорьевич путешествовал по Сибири деликатно деликатно значит ну вот сестра писатель друг нет мой друг мой друг но мы совершенно случайно с ним в разговоре выяснили что он был в детском доме когда мы были у меня дома и вот они значит и смотрели тоже какие-то фотографии он говорит ой он узнал этого директора детского дома и некоторых воспитателей которые и при нем тоже были и вот они с мамой разговорились и выяснилось что приятный такой вечер получился воспоминаний у них А Вадим это мой друг вот недавно была презентация переиздания его книжки Фролов Вадим Григорьевич Фролов я тебе дам обязательно почитать его книжку что к чему называется по ней был снят фильм мужской разговор по ним было поставлено спектакли по многих театрах страны очень хороший писатель вот ну вот сестра Кулькова Мария Васильевна сейчас мы вопрос год рождения 16-й город Ленинград русская измещан рабочая беспортийная была под судом за что мне неизвестно тут папа тоже немножко значит лукавит слегка известно за что сейчас скажу старая армия не служила в советской армии в период отечественной войны была связисткой на каком фронте не знаю я тоже не знаю по демобилизации работала в Ленинграде затем судимая осуждена и в данное время значит она вот проживает в Гатчинском где-то в каком-то там районе значит вот примерно в 50-м году Мора освободилась за что она села когда она пришла демобилизовалась из армии значит в 45-м году значит дом в котором они жили она жила вместе со старшей сестрой после детского дома значит он был занят и ей было никак не пробиться у мамы комната была 9 метров некуда просто просто физически некуда было значит помещать и она такая очень боевая такая тетка была она говорит а ерунда она завербовалась на лесоповал вологодскую область и поехала туда а там оказался такой не сахар и настолько ее надули там обещали подъемные там обещали она оттуда сбежала ее поймали и судили как дезертиров трудового фронта и присобачили ей 5 лет и она эти 5 лет отмолотила там ее и поимел как теперь говорят охранник и родился вот совершенно замечательный мальчик Гена и в 50-м году освободилась из мест заключения она была лишена права проживать во многих крупных городах только у нас в 101-м километре но вот по пути к месту проживания она заехала с сыном к старшей сестре а затем к брату в деревню Лампова но мы тогда в проем жили в 9-метровом пенале где друг мимо друга пройти незадеж было невозможно и там конечно не было никакой возможности приютить ее вместе с сыном но Гена мы приютили он спал вместе со мной по месяцам ночи а Мура где-то нечет как-то обходили а Мура Мура ночевала у маминой подруги о которой мы тоже сейчас немножечко подразделием подразделием ну вот жена про жену значит это 46-й год завод электрик сборочный цех мама ее напарница тетя Наташа Лукина потом с легкой руки моего сына ее все стали звать баба Ната значит мама дружила с бабой Натой практически всю жизнь и вот у нее-то как раз и не ночевала вот мамина сестра пока была здесь ну и вот сколько я помню свою маму она всегда что-нибудь делала шила вязала клеила рисовала очень часто пела при этом а эта машинка подольского завода просто спасла нас в эвакуации она была нашей кормилицей и мама взяла в эвакуацию кроме меня естественно вот швейную машинку она взяла справочник весь Петербург за 13-й год и взяла три альбома Эрмитаж Русский музей и по-моему Пушкин поэтому вот с сокровищами Эрмитажа я знаком с эвакуацией и также с кланами всех театров Ленинграда которые существовали на то время тоже знаком вот по этому справочнику Петербург весь Петербург 13-го года издания но правда там его распотрошили этот самый потому что у местных жителей не было пиетека к этому справочнику 13-й год кому это надо все уже не так поэтому его раздербанили на козьи ножки но вот эти вот страницы с кланами театров я сохранил я их никому не давал они мне жутко нравились почему-то вот ну немного о себе не устали нет нормально значит я родился 10 августа 41-го года когда уже на 50-й день войны естественно папа с самого первого дня ушел на фронт и детских моих фотографий просто не было а из роддома маму встречал брат отца и брат и мать рассказывают что я родился волосатым но у меня были рыжие волосы огненные красные просто и когда еще ходили трамваи в августе и когда меня родился я на малом проспекте на петроградской стороне в 10-м роддоме и домой мы ехали на Бармалеево на свою домой мы ехали на трамвай вот когда трамвай ехал я молчал как только он останавливался на остановке я орал бас и весь трамвай переживал чего это он чего это он ну вот это это первая фотография зима по-моему декабрь 45-го года а это на даче в Северской от заводского садика я не помню почему это мне было очень грустно и вот все что фотограф очень просил улыбнуться и вот все что мне удалось изобразить здесь и здесь вы видите а буквально на днях буквально на днях вот когда я делал эту презентацию и готовил вот фотоматериалы я получил послание от отца из 41-го года я много раз видел эту фотографию но почему-то никогда не обращал внимания на надпись на обороте и только сейчас обратил внимание значит город Ярославль 13-го 12-го 41-го Ярославль я полагаю что это учебный еще учебный батальон какой-то учебный дни отечественной войны Б.А. Башков сынок вот каков папа я его узнал осенью 46-го года и надо сказать что у нас отношения с отцом складывались очень непросто не знаю почему он во-первых папа был человек удивительно светлый удивительно мобильный подвижный но очень обидчивый глуповатый вот когда он приехал мы с мамой куда-то ходили жили мы на Бармалеевой улице на первом этаже почти на углу с Чкаловским с Кисляровским проспектом и мы возвращаемся вечером домой где-то это был октябрь или ноябрь и мама говорит неужели мы свет забыли погасить да нет вроде бы я гасил и вдруг какая-то усатая тень в занавеске мама говорит ооо мы забыли это наш папа приехал и мы пришли домой я познакомился с отцом он был вот такой премьер год с бородой с усами да вот значит можно предыдущую предыдущую? да можно это 41 это 46 а это 46 ничего себе но здесь почему-то я не вижу может быть фотографии потому что у него эти самые капитанские здесь погоны старший техникультенант или капитан вот и он начал значит у него такой фидер и он начал его открывать доставать подарки но надо сказать что он с армии присылал нам подарки в этих В этих посылках там была американская оленина, смальц, и обязательно теннисные мячики. Вот такие упаковочки по шесть штук. Так что у меня этих мячиков теннисных было как грязь. Ну и какие-то игрушки. И тут он вас достает подарки всякие, а я ползаю там чего-то попало, значит, мне 4,5-5 лет. Папа достает слона, заводного, такого жуткого серого цвета, с кошмарной красной какой-то поповой. Какой американский наш родной? У этого слона, он заводной, и у этого слона такие вот трубки, такие ноги, которые там болтаются из него. И вот он так и говорит. Я как-то лезнул на диван за папу. Он говорит, так это же игрушка, ты не бойся. И сует его мне, я вообще в истерике. Я так напугался этого слона, значит, он мне сразу говорит, все, иди отсюда. Мама приходит и говорит, ну он же маленький, ну напугался он. Так что пугаться-то, железяка, что её маяться-то? Потом ещё к вопросу об этом. Всё же было в очередях. Всё. Значит, к празднику давали талоны, и мы стояли за мукой, за сахаром, ну и за молоком стояли просто так без талона. Там ещё там за какими-то продуктами. И вот... Это было немножко позже, наверное, потому что в 48-м году они были. Наверное, это было где-то... Мне как раз было лет 8, наверное. Значит, по талонам мы стоим в очереди на углу Бармалеевой и Большого проспекта Петроградской стороны, так называемый наш молокосоюз. И там давали сахар почему-то. И папе надо на работу. И он, значит, договорился с тётеньками впереди и с тётеньками сзади, чтобы меня не выперли, да, и чтобы мне всё правильно дали там. И объясняет мне, ты получишь 4 пакета сахара. Из каждого пакета ты возьмёшь по 2 кусочка. Сколько ты всего возьмёшь? Я говорю, 8. Он говорит, правильно. Но больше не смей. Значит, ну тётеньки уберегли мою очередь, значит, меня пропасли. Всё, я получил эти 4. А 4 пакета по 2 килограмма, это 8 килограмм. Я уже был довольно большой мальчик и стащил это домой. Значит, поставил в шкаф, как видел папу. Взял по 2 кусочка из каждого. То есть 8. Но мне, конечно же, мало. Не хотелось и хим. Захотелось ещё. И я взял ещё. Вечером папа приходит с работы и говорит, Клавка, вот интересно, я ему разрешил взять по 2 кусочка из каждого пакета. Вот интересно, взял он ещё один. Мама говорит, да сейчас узнает. Он говорит, да как ты узнаешь, собрёт, ведь глазом не моргнёт. Значит, мама говорит, Люлик, ну-ка иди сюда. Тебе сколько папа разрешил взять сахара? По 2 кусочка из каждого пакета. А ты сколько взял? Как папа сказал, так и взял. Ну как же ты, ну что же ты обманываешь-то меня? А мы жили на первом этаже, причём первый этаж такой белый этаж. Когда люди проходят по окошкам, видно только их макушки, если они высокие. А если не высокие, так и вообще ничего не видно. Мама говорит, как же ты не брал? Когда наши шли с работы, видели, как ты брал. Да как они могли видеть, я ж под столом брал. Папа хватается за голову и говорит, Идиот, дурак, мой дурак. Мама говорит, а ты, как мы узнаем, элементарно вас. Но папу мама раскалывала ещё быстрее, чем меня. Так что у него тоже никогда эти номера всякие не проходили. Но он, правда, и заначек не делал, и вообще как бы и не врал. Но когда так случалось, так приврать по мелочи, мама его раскалывала просто как дважды двадцать четыре. А это моя первая учительница, Анна Сергеевна. Хорошая была учительница. Но вот у нас в школе с первого класса, и не только у нас было три первых класса. Первый А, первый Б и первый В. И во всех трёх классах, в двух классах точно были любимчики, явные у учителей. Анна Сергеевна в этом отношении была гораздо хитрее. У неё вроде бы так любимчиков не было, но потом, когда мы подросли немножко, мы поняли, что были, были любимчики. Вот. А там я подрос. И со школы я тоже завязал рано, но потом всё-таки решил, что образование получить. Школу надо закончить. И пришёл в вечернюю школу. Вот. Олег, сколько вам лет? – спросил у меня классный руководитель. Семнадцать – это радостно ответил я. А в девятнадцать мы с ней поженились. Вот это мой классный руководитель, учитель истории, который мы прожили вместе без малого пятьдесят два года. Вот. Вот было три десятых класса в сороковой школе. Значит, и три классных руководителя. Вот это вот моя корушка, это совершенно замечательная Валентина Георгиевна Отцовская, учитель физики у нас, а это классный руководитель третьего класса. Ирочка Якименко, она преподавала немецкий язык и была классным руководителем. Но в целях конспирации, хотя я учился вот в этом классе, меня вот сюда поместили, чтобы ничего не было. На самом деле у нас в школе было какое-то поветрие, потому что вот еще был замечательный совершенно парень, вот Боря Лемасов, мы с ним в одном классе учились, который тоже женился на учительнице этой же школы. Вот, вот там... Вот, вот там... Но там... Там такая драматическая история, я не могу сейчас отвлекаться. Более просто геройский мужик. Его жена заболела рассеянность на розыске. И он ее буквально носил на руках, но... И носился с ней по всем мыслимым и немыслимым врачам. Но спасти ему ее не удалось. Хотя с этой болезнью люди живут очень подолгу. Ну вот. Валечки и горе не повезли. Вот. Ну вот, когда мы уже решили пожениться, значит, мой папа спросил, и познакомились с моими родителями, мой папа спросил глава, как же вы решились выйти замуж за этого хулигана? А ферка ему ответила, вы его просто не знаете. В чем-то было право. Вот в шестьдесят первом году... Входим. Ну, что вы? А, это... В шестьдесят первом году была поздняя весна, и до середины мая вдоль всего побережья лежали ледяные торосы, бывшие человеческие торосы. И вот на этих, на этих ледяных торосах мы снимали номер в Тривере, и там мы провели недолго месяца. Вот на этих самых, в Зеленогорске, в Комарово, на этих ледяных торосах. Наша свадьба срастила два генемогических древня. В одно. И вторая часть моего провиснования – в благословный режим. Перерыв сделаем, нет? Как бы. Ну, может быть, вопросы по первой части есть, чтобы не забыть ничего, и потом не обращаться. У кого детей сам? Без перерыва. Без перерыва? Да. Да, давайте без перерыва так дальше. Хорошо. Хорошо, поехали. Все. Все. Хорошо. Ну, значит, тогда поехали дальше. Значит, ну вот, прагословная моей жены. Значит, опять-таки, вот это я, вот эта жена, это ее родители. У матери была сестра, у нее была, естественно, мать, у которой был муж. Вот опять-таки, вот рыженькие – это те, кого я никогда не видел. Кого я никогда не видел. А всех остальных, в общем-то, совсем были невызотые. Значит, и здесь я тоже начну с веры. Вот отсюда начну. Значит, ну вот стоит… А ладно, по ходу дела там идем. Значит, вот это вот прадед моей жены. Отец моей, то есть ее бабушки моей. Я не случайно оговариваю с моей, потому что я с бабушкой Женей был хорошо знаком. И даже Борька, еще она заставила Борьку, и они тоже пережились. Вот. Поэтому это наша бабушка. У меня-то не было ни бабушек, которую вы говорили. Значит, вот это ее, это ее отец. И ее отец. Прадед моей, моей, прадед моей жены. А вот это дед моей жены, Иосиф Закановский. Вот таким его запомнила моя жена. Значит, тот был специалистом по оружию. И находился, хотя он был еврей, но он находился в армии. И вот мать Флоркина вспоминала, что летом, когда войска выезжали в лагеря, то и они ехали вместе с отцом. Ну, он снимал им, значит, в сельской местности какое-то там помещение. А сам он жил в палатке, в большой палатке, в этой палатке был белый рояль. То есть он такой был еврей вполне как бы вот. И кроме того, что он был специалист по оружию, он еще в порядке хобби занимался художественным литьем чугунным. И жили они на Крещатике, они вполне были такие как бы обеспеченные. Бабушка по молодости не работала, потому что ее муж вполне обеспечивал. Мать жены училась в гимназии, вообще все было вполне. А дедушка был очень суров. Надо сказать, что дедушка не стал эвакуироваться из Киева во время войны. И хотя он был антисемитом, терпеть не мог вообще всю эту шатю убрать из своих единоплеменников. Он был евреем-антисемитом. Евреем-антисемитом, да. Бывает, бывает. И тем не менее он погиб в облимении рух. Что? Погиб в облимении рух. Погиб в облимении рух. Я даже с этим не разбирался. Вот. Ну вот о характере деда следит за такой эпизод, который жена хорошо помнит. Когда он приехал сюда, а ей было тоже что-то годика три или четыре, у нее были роскошные вьющиеся волосы. Но их расчесывать, это была мука. Дед решил кардинальную проблему. Он взял девочку, пошел с ней гулять. Зашел в парикмахерскую и обрил ее наголо. Она рыдала. Нет, она не рыдала. Ей очень понравилось. Она освободилась от этих ежедневных расчесываний. И все было совершенно прекрасно. Вот такой был дед у Ворки. А он и сам. Да. Да. Вот он у тебя. Вот он такой. Ну вот это мать жены, Ветя Иосифовна Закановская, гимназистка, родилась в Киеве в 9-м, скончалась в 2001-м в Петербурге. Как раз я в это время, к сожалению, был в экспедиции, в командировке, когда узнал об этом. А жена не хотела мне говорить, чтобы я не отвлекался от важных исторических дел. Но друзья мне сообщили, я помчался на Кохоровую, спел. Все все нормально. Значит, вот это мать жены в молодости в Киеве. А это ее сестра в молодости. Видите, какие модные девушки были. В шляпках таких. Вот. Это родители жены после свадьбы в Киеве. А это Флора с матерью уже в Ленинграде. Ориентировочно 33-й год, значит. Поскольку Флорожка родилась в Казани в 29-м году, то здесь вот ей примерно где-то около 4-х лет, вот они приехали в Питер. Ну, о деде я немножко, то есть об отце ее я немножко расскажу. Ну, мать ее никогда в жизни не работала, кроме, во время войны она работала заведующим детским самым в Мурманске при заводе Северная верфь в Мурманске, где отец служил замдиректора. Вот там он ее устроил на работу, и она вот только вот эти там 43-й, 44-й год, ну ладно, с небольшим годом она работала там заведующим детским садом. Все остальное время она, наверное, не работала. Так получилось. Ну, вот это тесть и теща, значит, уже в середине 60-х. Как раз мы в гостях были у моей мамы. Отец уже умный. Да. И к вопросу о родителях жены. Значит, мать жила, со своими родителями жила на Крещатике, а отец со своей многочисленной семьей, у него тоже было много детей, у него было, у деда было три брата, кроме него. Они жили на Подоле. Это, кто знает Киев, это такой район, ну, типа нашего Невского района. Да. Невский уже не покой. Что? Невский уже не покой. Ну, сейчас не такой. Вот это, это бабушка, это уже современно, это примерно 50-й, 51-й год. Вот бабушка, она всю жизнь была очень красивой. И когда вот она приехала на нашу с торкой свадьбу, мы ее встречали, я ее никогда до этого не видел, я сразу узнал, вот это наша бабушка. Вот. Это племянник Флоркин Женя, к сожалению, он тоже недавно отделял на голову от инфаркта на даче Кубакова. Вот там, где этот снимок был сделан, там, в Луне. А это мамина сестра Оксана. Вот она, Оксана. Она закончила сельхозакадемию имени Тимирязева и практически всю жизнь проработала в Министерстве сельского хозяйства. Очень хороший был специалист. Все говорят, что очень хороший. И вот я ездил на ее похороны, и там было очень много сослуживцев, которые очень хорошо отзывались. А ее муж, Данат Александрович Паков, и отец вот Женки, был инженером-тонкостроителем, участвовал в разработке и конструировании легендарной Т-34-ки. Но к тому времени, когда мы с Луной поженились, Оксана с Данатом уже разошлись. У него была бы другая семья и, в общем, как-то не сложилось у него. Вот Женя, здесь ему где-то лет тоже пять-шесть, пять скорее. Он родился в 46-м, окончил два мамы по специальности в стали и сплавы, увлекся спортом. Он был акробатом, чемпионом Советского Союза, был в четверке. Он стоял внизу, а на нем еще три, значит, голова, значит, что-то там делали. Вот. Его заманили после этого в МОЗ-концерт, где он тоже работал силовым акробатом. Ну, а потом как-то там распался этот самый. Он приезжал на гастроли сюда и водил нас в этот юбилейный. Приглашал на концерт. Значит, ну и до выхода на пенсию он работал в Министерстве автомобильной промышленности, инженером. По стали и сплавам проходится. Вот. И умер в 2009 году от сердечного приступа на даче. Это отец моей жены, он родился в Киеве в 902-м, много лет работал в структуре экспорт-лесов. Он работал с Красиным. И был у него, ну, мальчиком на посылках. Кто такой Красин, вы, конечно, знаете. Ну вот. А потом стал чекистом. Потому что у него, значит, старшие братья его были чекистами. И он туда пошел. Вот сам он рассказывал эпизод. Значит, он, когда он работал у Красина, ну, тут находился, его офис находился, значит, в каком-то особняке. И там были эти, как они называются-то, витражи. И разноцветные электрические лампочки, которые ему очень нравились. Ему было 17 лет. И он тырил эти лампочки. И Красин его поймал за этим делом. Он сказал, ладно, посадок. Надо все эти лампочки. Приди, я тебе дам. Вот. Значит, один из его старших братьев был, ну, как бы, главным редактором, украинской правды, грубо говоря. Я не помню, как она называлась. Антон. Вот. Он действительно был революционер. И бабушка рассказывала, он дружил с очень многими, как бы, видными людьми того времени. И бабушка рассказывала, как еще до революции у нее под кроватью прятался Каганович. Ну, там были какие-то облавы на большевиков. И вот ему приходилось, значит... А в дом вот этого самого еврея, значит, при армии, никто и никто и не полез бы туда, да? Просто напросто какого-то Кагановича искать. Тем более этот отец был антисимит. Все знали об этом. Все знали об этом. Вот. Значит, до войны он работал в структуре этот тот лес. Именно по этим делам он был в Яшкар-Але долгое время. И поэтому жена моя и родилась в Казани. А потом вот после уже... Во время войны он вот в Северном морском пути, на этом на Северном заводе ремонтном. Потом в Северном морском пути работал и принимал участие в строительстве и испытаниях ледокола Ленин. Вот. И скончался в январе 87-го года. Вот это его удостоверение. А это его грамоты. У него таких грамот было дофига. И еще у него был значок «Почетный полярник», которым он жутко гордился. И всегда его носил вот на парадный костюм. Он, надо сказать, никогда... У него там много было всяких этих колодок там, да, наградных. Там и кардинаты там были, и всякие разные. Вот этим он так пренебрегал этим. А вот этот «Почетный полярник»... Ну, он был знаком с Ветровым, он был знаком с Челюскиным, он... Всех, кто вот это... Вся эта эпопея с челюскинцами. Значит, просто он работал в это время уже в Северном... На Севере, и, в общем-то, все это знают. А как его фамилия? Сашин. Сашин. Как? Сашин. Сашин. Сашин, да. Вот. Вот единственное, что я нашел, тоже буквально недавно, нашел вот фотографию матери отца моей жены. Мириня. Да. Значит, к сожалению, даже имя ее мне не известно. Вот только фотографию я точно знаю, что это вот дедова мама. Сашин. А это его младший брат. Да. Вот у него был, значит, старший брат Антоша, который был вот крупным государственным деятелем, редактор Центральной Украинской газеты уже в советское время. Умер он в своей смерти, в слове тебя Господи. Среднего брата, то есть следующего, старшего брата отца, его расстреляли, он просто был бандит. И отец вспоминал такое, вот Флорин отец вспоминал такой эпизод, когда, на полях гражданской войны, пересеклись они с Митей. А у отца был, значит, ну как у всякого порядочного уважающегося чекиста, у него была Кожанка и Маузер. Ему, в его 18-19 лет этот Маузер, это было... И вот они встретились с братом Митей, значит, отец устроил его на ночлег, в том доме, где он жил. Когда он утром проснулся, ни Маузера, ни Кожанки, ничего не было и в Мите не было. Все украл. Да, все украл и снился. А потом, ну поскольку отец работал в этой как-то системе, то он потом выяснил, что там какую-то банду, значит, ликвидировали и в том числе и его брата ликвидировали. Вот. А Яшет, он пошел по другим стопам, всю жизнь он служил, служил он во внутренних войсках, и последнее его место службы это были лагеря в Кировском районе, под Кировым лесном. И однажды я видел его дольем, он лежал в Питер, останавливался у нас где-то неделю, наверное, уже. Вот. Там кто-то сбежал из этого лагеря, и вот по розыскным делам он, значит, лежал сюда. И вот когда он умер, то теща моя берет его туда, чтобы получить его наследство. Какое наследство? Ну, тем не менее. И вот те женщины, мужики, которые работали с ним, и заключенные, с которыми мы много делали, тоже они вообще-то очень хорошо отзывались. И я вот по личным впечатлениям и воспоминаниям, в общем, у тоже очень такое хорошее отношение. Он нормальный человек, в общем. Но они вот с дедом одно лицо. И мы вот недавно вот, значит, с Борькой вот тоже разбирали фотографии, и поспорили. Он говорит, это дед. Я говорю, да нет, это Яша. Он говорит, ну ты посмотри же, это же дед. Вот так. Жутко похоже. Вот если вернуться, особенно вот на этой фотографии, вот на этой вот. Если вернуться немножко. Вот. Вот дед, да? Вот когда рождаются дети, почему-то родители уже становятся дедами. Точно так же, как я. Все был Олег, Олег, да? Родилась Машка, и ко мне обращаются дедуля, дома обращаются. Нет. Нет. Ну хорошо, поехали дальше. Ну вот одна из немногих фотографий, детских фотографий, по-моему, она была совершенно очаровательным ребенком. Вот. А это вот она в первом классе, в школе на Васильевском острове, на первой линии. Одиннадцатого октября родился наш сын. По-моему, такое одно лицо, правда? И рот так же открыт, глаза такие же крупные. Вот. Вот. Вот это дед с внуком в Бернгардовке. Это бабушка с правнуком. Естественно, он был очень любимец. И вот тогда думалось, вот оно счастье. А что еще надо? Да. А это моя внученька Маша. Она родилась 28 июня 1986 года. Это вот такая теперь девушка. Сейчас ей 28. Когда она получала паспорт, ей не нравилось быть Машей, она называлась Эрикой. Вот здесь на фотографии ей примерно лет 26, но в руках у нее автомат. И она бегает еще до сих пор, она бегает с пацанами с девчонками по лесам и стреляет другого краской. Да? Она прыгает на веревках на этих сосудных труб, лазует по скалу. В общем, такая крутая девушка. Работает она, она тестирует компьютерные игры. Ну, хорошая работа. Да. На восьмом десятке лет дворушка узнала, что у нее, оказывается, есть младшая единокровная сестра. Когда я познакомился с сыном, со своей единокровной сестрой, меня спрашивали, значит, как же она сестра. Твоя мама ей мама. Я говорю, нет, у нас мамы разные, а папа коммунальный. Так вот у нее тоже, значит, у них папа коммунальный, а мамы разные. И это был в определенном смысле подарок судьбы, потому что как раз незадолго после того, как мы с Ирой познакомились, дворушка сломала себе шейку бедра, мне пришлось организовывать круглосуточные дежурства в нее, и Ира приняла самое горячее участие, в общем-то очень здорово. И сейчас мы с ней общаемся регулярно. Фурошка, уже будучи больной, но еще с ясным умом познакомилась с Исмановуком Никитой, который родился 28 августа 7-го года. Теперь наш сын тоже знает, что такое счастье. «Иди рассмирить, кто кого угнет». Между прочим, у нас с сыном была такая же примерная история. Мы жили на даче в Деленогорске, и пока там готовили обедать, я пошел укладывать, днем надо ребенку спать. Все, уже нам там стучат, скребутся, тихонечко, чтобы везде обедать. Ни ответа не принято. Тихо, тихо. Мама моя заглядывает, а из своей кроватки стоит в ней горько. Тихо. Баба спит. Ну вот это Никитов. Всего, наверное, в 12-м году, значит, на даче в деревне Зуева. Они купили дом там. Вот это дом в Пушкинских горах. Вот и на этой ноте можно было бы и закончить. Я и закончил сейчас свое повествование. Но я бы хотел вернуться к тем, кто дал нам жизнь. И очень хотелось бы, чтобы эта память, эти корни передать детям, и внукам, и правнукам. Вот это Серафимовское кладбище, могилы моих дедушки и бабушки, родителей моего отца, которых я, как вы помните, не застал. Причем с этой могилой было связано тоже масса переживаний. Поскольку бабушка умерла в 1936 году, ее похоронили на Охстинском кладбище. А дедушка умер в 1940-м. На Охстинском кладбище уже было закрыто тогда ее похоронен. То похоронили его на Серафимовском. Но он очень хотел быть похоронен рядом с женой. И перехоронили бабушку. И когда ставили раковинку, она перекашивалась. И подсунули березовый корень. И когда мы вернулись из эвакуации, между двумя раковинками выросла вот эта береза. Выросла вот эта береза. Мама расстроилась, что разделяет их. Они так дружно жили, а вот эта береза разделяет их. Значит, ну как бы... Ну папа говорит, ну давай спилим ее. Ну, позвали мужика кладбищеинского. Тот говорит, да вы что, наоборот. Береза корнями их... Обидели. Обидели, а? Ну лень могла допилить эту березу. И ее оставили. И ее оставили. И ее оставили. А к нынешнему, к прошлому лету, эта береза разломала уже... Она выросла, она вот такая уже. Она разломала обе раковины. И вот теперь, сегодня эти могилы выглядят вот так вот. Бабушкины чугунные кресты я оставил. А вот под этой вот невысокой стеллой нашла себе могилка и мою жену. Ну как бы привело в порядок. И... На Серафимовском. Что? На Серафимовском. А на другой площадке того же Серафимовского кладбища, в одной могиле упокоились и мои родители, и родители моей жены. Вот это вот. Значит сначала умер папа, была его котка. Потом мама появилась вот эта. Потом умер дед. Потом умерла и мать. И вот они все здесь. Все здесь похоронены. Да. Спасибо за внимание. Департамент. Кого-нибудь, есть вопросы, можно включиться? А где же польские кожи? Как, как? А бабушка польская. А бабушка. А-а-а. Веньковская Войневович. Да, да, да. А если... А как? Они ещё до революции переехали. Они вот давно укоренились здесь, в Питере. И скорее всего потому, что здесь уже и до революции было общество глухо. Потом его как бы разрушили слегка, не до глухонемых было. А вот перед войной, в конце 20-х годов, оно восстановилось, это общество. И бабушка там работала с гордопереводчиком. Сколько она этим свободно поделала. А польская бабушка как-то свою польскость сохранила? Нет, потому что когда они переехали в Кавказ, в Пятигорск, и она познакомилась с дедушкой, и они решили пожениться. Она приняла православие. Её крестили в Тельгенском полку, где служил Михаил В. Лермонтов, где служил мой прадед. И там же их и венчали. В этой же церкви Тельгенского полка. Но, на самом деле, у меня не только, вот именно по папиной линии, там не только польские корни. Там ещё есть корни, тоже не удалось найти, то ли Людберки, то ли Людберки. В общем, есть какие-то шведские корни, есть украинские корни, есть ещё какие-то осетинские корни. Ничего себе перемирка. Да, вот такая перемирка. Но то, что крестили – это же религия, а не национальность. Нет. Но она как… Но она католическая перестала быть. Она была католическая. Это она осталась. Нет. Ну конечно. Я не про это говорю. Да. Но это было то, что вот её польские корни вынудили её, значит, для того, чтобы родители не проклили, почему родители молодые, значит, ей пришлось принять православие. Но бабушка вообще, так же, как и мои родители, хотя у нас висела какая-то иконка в комнате, они не были сильно религиозными, и бабушка тоже. Она была вполне светская женщина и образованная. Ну что? У кого есть вопросы? Спасибо. Нет вопроса. Ну нет. Такой-такой большой объём информации… Это всё только в том, что у вас в семье было или где-нибудь ещё добывали информацию? Нет. Это в основном то, что было в семье. То, что было в семье. Но я предпринимал такие… А я вот не берусь, потому что… Я предпринимал такие робкие попытки вот как бы на почте чего-то найти. Я посылал запросы в архивы. Нет. Посылал, конечно. Но… Многие архивы гибли. Да. У меня дедовская могила здесь, в Питере, я ничего не могу о нём найти. Ничего. Я даже год рождения. Ничего. Как бы найти тот документ сына всё-таки как-то… Ну… Это уже дохуй. Он терять он умеет. Это… Но документ действительно потрясающая сила. Я, как сейчас помню, вот такой на зеленоватой текстированной бумаге. Видишь, такая, как ткань. Вот. Вот. Такая зеленоватая. И аккуратнейшим каллиграфическим почерком на шести, на семи страницах. Вот это вот заявление в комиссию по чести. Я-то его, естественно, не прочёл. И не один раз. Вот то, что забрал. Он только не от вас забрал это всё? Никак. Ну, его… Вы не знали об этом ничего? Нет. Я когда обнаружил, что нет, да, я ему говорю, Боря, верни. Он говорит, а я не брал. Ну… А потом сказал, что да, ну мне это было интересно. Я говорю, нет, интересно на здоровье. Только сказал он мне, я бы тебе дал бы просто. Да, вот. А потом говорю, ну-ка, верни-ка через некоторое время. Я не помню это ничего. Куда он делал, да? Ну, хорошо. Спасибо большое, Олег Борисович. У нас Олег Борисович в следующий раз будет выступать на биографических чтениях, которые у нас будут 20-го, 22-го апреля. С докладом очередным. Следующий докладчик, я думаю, что я представлю её, она должна была до нас дойти, но хоть почему-то не дошла. Надеюсь, что это будет Светлана Кульчуцкая, которая тоже собирает свою биографию. Спасибо большое всем. Мы будем продолжать, следуйте за нашими объявлениями. Вот с этими табличками когда будет? Да, в воскресенье.